Добрый вечер! Вы смотрите «Вечерний разговор». Мы очень часто говорим о политике, очень редко говорим о культуре, о журналистике и о том, из чего состоит на самом деле наша жизнь. Сегодня у меня в гостях человек, известный как журналист, прекрасный журналист, политик, автор нескольких фильмов, Константин Старышев. Добрый вечер, господин Старышев. Спасибо, что вы нашли для нас время. Добрый вечер. Исходя из такой подводки, наверное, первый вопрос будет тоже закономерным. Кем вы себя больше ощущаете? Журналистом, режиссером, автором фильмов или уже политик? Ну, я себя относительно органично чувствую во всех этих ипостасях. Ненавижу это слово. Другое просто не пришло в голову. Во всех этих сферах применения человеческих знаний, умений и навыков. Но, ну, конечно, если тебя Бог сподобил заниматься любимой профессией, то, конечно, грешно говорить, что вот я вот политик. Я сегодня политик по должности и более или менее вынужденно занимаюсь политикой. Ну, вообще, конечно, я, наверное, рожден был для журналистики. И мне всегда нравилось этим заниматься. Я надеюсь, что еще будет время этим заняться. Вот об этом я хотела спросить. Скучаете ли по журналистике, когда мы сможем увидеть вас снова на экранах? Конечно, скучаю. Конечно, скучаю. Меня поражает, что люди до сих пор помнят. И даже часто цитируют какие-то вещи. Скучаю. Болезненный вопрос. Очень. Так получается, что сегодня достаточно мало возможностей проявляться в качестве профессионального журналиста. И что меня очень, как сказать, тревожит и уязвляет. И как человека, и как профессионала. Сегодня получается, ну, за редчайшим исключением, что если ты хочешь заниматься тем, что ты умеешь делать, ты должен под кого-то лечь. Ложиться не хочется. Рынок СМИ, вам это прекрасно известно, и без меня поделен в достаточно жестких пропорциях между политическими игроками. И сегодня, для того, чтобы попытаться вернуться на экран, опять же, за редчайшим исключением, нужно, ну, заключать сделку с совестью. А этого я делать не люблю, не хочу и не очень-то умею. Ну, поэтому, вот, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Ну, я хочу сказать, что, конечно, занимаясь политикой в партии коммунистов Республики Молдова и являясь секретарем Центрального комитета по идеологии, в общем-то, я занимаюсь журналистикой. Я много пишу, в этом и заключается моя, я думаю, задача главная. Я пишу и статьи, и выступления, и заявления. Поэтому, как сказать, я, в принципе, занимаюсь тем, что я умею делать. Вы говорите о том, что рынок медийный наш поделен сейчас, и очень сложно, да, журналистам, на самом деле, реализоваться и делать то, что им нравится, а не то, что им велят. Эта ситуация же сложилась не одномоментно, да, не за час. К этому же подводилось все. И были партийные СМИ, или, скажем так, провластные СМИ, и раньше, на одном из них даже когда-то работали. Конечно. Но они были сначала провластные, потом они стали оппозиционные. И их закрывали уже как оппозиционные СМИ. А уж, кому они симпатизировали, это совершенно другой вопрос. Я сейчас говорю о ните конкретно, который был просто волонтаристски закрыт в нарушении человеческих законов, юридических законов и законов здравого смысла, только за то, что он был жестко-оппозиционным каналом. Константин, а сейчас есть жестко-оппозиционные каналы, на мой взгляд? Нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Сегодня... Ну... А они нужны? Я вообще не думаю, что должны быть оппозиционные или провластные СМИ. Это в идеально чистой ситуации. Но жизнь в нашей слабой демократии молдавской ставит нас в такую позу, да, в позу выбора, в ситуацию выбора, быть с властью или быть с оппозицией. И по уму все средства массовой информации должны быть взвешенными, равноудаленными. На них, конечно, должны присутствовать программы с авторской позицией. Но эта позиция должна формироваться не в партийных штабах, а должна формироваться где-то в голове у автора, да, и в сердце у автора. Вот. Ну, в идеальной ситуации, в нашей ситуации. Ну, хорошо, когда совпадает. Ну, хорошо, когда совпадает. Почему бы? Вот. Когда человек настолько уверен в непогрешимости политики той или иной партии, что это абсолютно резонирует с его, так сказать, внутренним ощущением, внутренним миром, с его мыслями, чувствами и так далее. Вот. Ну, хорошо, когда так. Ну, я думаю, что сейчас не так. Что сегодня и политика, и журналистика, которая от нее полностью зависит, стали таким спортом. Вот тут наша команда, тут не наша команда. Ну, при этом игроки все время из команды в команду перебегают. И вот из этого исходя. А что в результате получится, в общем-то, не важно. Почему такая ситуация в СМИ в Молдове стала возможной все-таки? Это была такая целенаправленная политическая атака на так называемую четвертую власть? Или это было в том числе искреннее желание определенных, не исключая, что и журналистов, найти себе хлебное, спокойное место, где они будут очень точно знать изо дня в день, что они делают, по какой линии они идут, особо не напрягаясь и при этом неплохо зарабатывая? Ну, и это тоже. И это тоже. Но я думаю, что с журналистикой произошло точно ровно то же самое, что вообще со всем произошло у нас в государстве. И с обществом, и с государственными институтами. Ну, и журналистика пошла прицепом, потому что, ну, знаете, такой, как обоз в армии действующей. Знаете, там маркетанты. Маркетанты, как сказать помягче, девушки, которые помогают солдатам и офицерам переживать тяготы походов и войны. Вот все это в обозе. Без этого невозможно, да, армия без этого не работает, не действует. Вот. Поэтому, с одной стороны, была, конечно, готовность СМИ, как и готовность многих политиков, как и готовность части общества принять эти правила игры, уйти в какую-то понятную для себя ситуацию, действительно комфортную, да, зарабатывать. Ну, отрабатывать какой-то номер за эти деньги. Ведь мы же не можем говорить сегодня, что действующая власть настолько прозорлива и гениальна, что она настолько, все эти комбинации проворачивают так изящно, все эти фокусы демонстрируют так тонко, что хоп, и все у нее в руках. Нет. Всегда есть на то соответствующая общественная среда. В данном случае речь идет о простых вещах, да, о готовности людей продаваться. О готовности людей продаваться. Ну, когда эта профессия журналиста, согласитесь, она считалась профессией, если не вечного протеста, то людей все-таки с способностью не кланяться, да, с способностью, во-первых, с высоким интеллектуальной подготовкой, да, во-вторых, способностью выдержать, отстоять свою точку зрения. Сейчас получается, что и профессия помельчала? Ну, профессия помельчала по целому ряду причин. Профессия помельчала потому, что, во-первых, недоучивают людей. Просто недоучивают. Их сначала в университете недоучивают, а потом вот этих недоученных тут же ломают. Тут же ломают. Чтобы не пройти. У людей просто нет представления о том, что можно как-то по-другому. Ну, подождите, 21 век, интернет, телевидение. Включи другой канал любой другой страны, и ты увидишь, что можно по-другому, что нужно по-другому, что суть профессии в этом – называть вещи своими именами и показывать правду. А где они эту правду будут показывать? Еще раз говорю, вот они приходят в совершенно определенные условия. Им говорят, у тебя такая зарплата. За эту зарплату ты должен сделать раз, два, три, четыре, пять. Люди говорят, окей, делают раз, два, три, четыре, пять, в конце месяца получают зарплату. Что? Ну, что толку включать другие каналы? Ну, нет, конечно, включают. Конечно, смотрят. Вдохновляются ли? Другой вопрос. Я не знаю, чем сегодня вас вдохновляются. Я вообще, я, откровенно говоря, я даже пошутил где-то в интернете, что после того, как на моей машине какие-то добрые люди скрутили антенну радио, я, все, у меня разорвана связь с медиареальностью Республики Молдова. Я не знаю, что творится в эфире. Просто не знаю. И у меня дома этого нет, потому что бесконечные интерпретации абсолютно не связаны с фактами. Мне смотреть неинтересно, я это сам умею. А вот радио у меня еще украли, и все. Я в домике. Я в домике. И достаточно уютно. Меньше психуешь. Это с одной стороны, а с другой это все равно уложит. Хочется, наверное, что-то сказать и иметь возможность это сказать. И так или иначе, мы с вами все равно подвязываемся к политике, и к ней хотим или не хотим будем переходить. Да, давайте, конечно. У нас канун 1 мая, Международный день трудящихся, как это когда-то называлось, наверное, называется сейчас и сейчас, но в канун 1 мая правительство принимает закон с запретом на участие в забастовках. И там очень приличный список людей. Это вам не кажется довольно символичным? Именно в канун такого праздника людям объяснить, что а теперь вы не имеете права на... И права у вас... Права у вас описаны в вашем трудовом контракте. Да, и солидарность у вас теперь весьма ограничена. Нет, солидарность вы можете проявлять где угодно, только... Сидя на рабочем месте. Вы можете солидаризироваться с коллегами, пойти в курилку и обменяться какими-нибудь мнениями. Ну да, но это все очень логично. Все очень логично и к этому идет. И вы... Знаете, у кого-то из античных авторов есть такая строчка в какой-то древнегреческой трагедии. Есть в мнении народном сила грозная. Поэтому нам не дают проводить референдумы. Поэтому нам трактуют закон таким образом, что люди вообще не имеют права инициировать референдум. Но некоторым позволяют. Некоторым позволяют, но не обществу. Не представителям гражданского общества. Причем референдум не важно о чем. Не важно о чем. Касается ли этот референдум вопросов о избирательной системе. Или это референдум о выгуле собачек. Надо их выгуливать в намордниках, без намордников и так далее. Не важно о чем пойдет речь на референдуме. Важно вообще, чтобы их не проводилось. Потому что если их проводить, то вдруг выяснится, что у народа есть какое-то мнение. Отличное от мнения властей. А это, конечно, ай-яй-яй. Это непозволительно. Поэтому нельзя бастовать. Ну, конечно, нельзя бастовать. Конечно, я не знаю, насколько это символично. Я вообще не думаю, что эта власть настолько уж... Хотя она цинична. Ну, прям вот настолько, что под 1 мая... Я не думаю, что они это подгадали под 1 мая. Но я вам говорю о том, что вот такое совпадение дат... Оно символично, конечно. И я не услышала позиции профсоюзов по этому поводу. Они где-то вроде бы есть. Один дворец они отдали, но другое здание есть. Есть у них еще какое-то имущество. Так у них здание и есть. Больше ничего нет. Здание сдается в аренду. Аренда приносит деньги. И, в общем-то, на этом, я думаю, функции профсоюзов сегодня закончились. То есть профсоюзного движения в Молдове нет? Да давным-давно его уже нет. А оно нужно? Конечно нужно. Конечно нужно. Но просто не в этом виде. Конечно нужно. Но кто-то должен защищать права. Тех же самых трудящихся. Как это не банально, парадоксально звучит. И я вас хочу заверить, что если бы профсоюзы еще где-то в середине 90-х годов не перешли на тупое коммерческое использование своих активов, а продолжали заниматься тем... Ну, вернее бы, перестроились бы под новые условия, под новую эпоху, нашли бы свое место, конечно, они были бы востребованы сегодня. Так получается, что они, ну что, какие-то взносы... Я даже не знаю, мы там какие-то взносы еще платим профсоюзные или нет. У нас есть профсоюз педагогов, он буквально там... Ну да, который всю жизнь был еще... Проводил запасов, требовал повышения заработной платы. Это единственное требование, с которым в последнее время вообще появляется профсоюз. Поднимите нам зарплату. Им, конечно, дают в пять раз меньше, чем они обещали. Они рапортуют, что мы чего-то добились. И опять исчезают. Это тоже такая распасовка, что говорят, ну давайте вы выйдите, а мы откликнемся. Ну это такой послушный, один из элементов послушного, аффилированного гражданского общества, да, которое... Ну что они требуют? Всем понятно, что те же профсоюзы педагогов, да, что... Смотрите, сколько школ закрыто. Просто закрыто школ. Я не вижу, чтобы хоть раз профсоюзы потребовали... Ну как-то встали грудью, что ли. Вот я помню, как я стоял грудью с ребятами, перекрывая дорогу в районе села Новотроица, Анянского района. Школу-то все равно добили в итоге. Но это стояли грудью мы, члены парламентской фракции на тот момент, партии коммунистов, местные жители. Но там не было ни одного даже самого завалящегося, так сказать, профсоюзника, который бы... Который мог бы хотя бы для проформы выйти там. Ведь это не требует какой-то чрезвычайной смелости. Это просто выполнение вообще-то твоих обязательств. Все понимают, что сегодня зарплата тех же педагогов, особенно сельских педагогов, где не распространена вот эта вот... Эти все эти школьные фонды, поборы и прочее, она несовместима с этой профессией. Просто несовместима. И педагоги вместо того, чтобы... Во-первых, их там практически нет. Нет никакого обновления. И люди, чтобы выжить, вынуждены заниматься вообще-то сельским хозяйством. Им до самообучения, им до повышения своей квалификации. Да нет ничего. И вот, то есть, поле деятельности у профсоюзов, то же самое творится и среди медицинских работников, и в любой сфере. Поле для деятельности колоссальное. Но они самоустранились давным-давно. А самоустранились потому, что они аффилированы. Одна из государственных структур. А это не порядок. Они же и создавались, как своеобразный противовес. Государство всегда... Государство – это вообще инструмент подавления. И оно не может себя вести по-другому. Это заложено в его природе. Почему там классики марксизма говорили, что когда-нибудь в будущем, когда-нибудь, когда природа человека изменится, государства будут отмирать, как ненужный инструмент подавления. Не нужно будет никого подавлять, потому что все будут хорошие, белые, пушистые, добрые, отзывчивые. И так далее. Государство – это инструмент подавления. Профсоюзы создавались даже в советской системе. Создавались как такой противовес, как структура, которая ближе к людям, которая может смягчить это давление государства. Которая сможет помочь, которая может поставить вопрос, как посредник. В конце концов, почему бы профсоюзом не выполнять эту посредническую функцию между трудящимися и властью? Но я не вижу никакой активности от них сегодня. Но вообще мы слишком много о них говорим. Я о другом сейчас говорю. О том, что насколько нашим людям вообще это нужно, чтобы их права кто-то защищал. Я помню, я была студенткой. Помню, в 97-м году был большой студенческий протест, когда была первая попытка уменьшить количество бюджетных мест, отменить бесплатный проезд. Помню, хорошо. Помнишь, хорошо, да, эта ситуация? Конечно, хорошо, очень хорошо. Студенты тогда организованы именно студенческим просоюзным движением. У нас был статистический альянс в университете. В каждое учебное заведение по-своему это назвало. Там было сумасшедшее количество. Они вышли и сказали, вы нас будете слушать, потому что мы, граждане этой страны, отстояли каждое свое право. Но наше поколение закончило эти университеты. Мы получили свое образование и ушли в работу, в профессию. А вот у последующего по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть все это отбиралось. Почему нынешние студенты, которые живут немногим лучше нас, в принципе, разве что тогда денег совсем не было, сейчас у них чуть-чуть там из-за границы родители присылают. Почему у них молодые должны протестовать? Это их жизнь впереди. Они должны думать о будущем. Нет веры в эту страну? Ну, во-первых, и это тоже. Нет веры, и многие из них просто не связывают свое будущее с Молдовой, к сожалению. Во-вторых, ну как-то вот сегодня даже, вот казалось бы, технологии дают нам неограниченные возможности для коммуникаций, но они, с одной стороны, действительно позволяют это делать, с другой стороны, все время подсовывают совершенно ложные темы для обсуждения. Я думаю, если верить в теорию заговоров, то можно подумать даже о том, что это придумано нарочно. Они обсуждают все, что угодно, кроме этого. И действительно, и фактор итальянских или там московских, подмосковных родителей, которые поддерживают их на плаву, выбивает. Пассионарности нет. Нет понимания, что нужно быть активным для того, чтобы выжить. Слушай, мы с тобой пережили 90-е годы и выжили в 90-е годы. И это действительно немножечко другое поколение. Потому что тогда точно было понятно, что ты можешь надеяться только на себя. Тогда, выйдя утром из дома, мы не были уверены, что живыми вернемся домой? Конечно, конечно. Мы были не уверены, что мы вернемся живыми, что мы вообще пообедаем в этот день или в следующий. Я помню, что у меня иногда доходило до 6-7-8 работ одновременно. Я устраивался везде, где можно, брался за любую работу. Ну, что я себе примерно представлял, что вот из 8-ми где-то двое заплатят. Может быть. Остальные, конечно, кинут. Но двое, наверное, какую-то зарплату дадут и это позволит. И так далее. Ну, сегодня, когда есть... Наверное, это неправильно. Ну, и вообще-таки жить в такое время неправильно ни для кого. Это ненормально. Но это как-то нас закаляло и закалило в конечном счете. И приучило к тому, что твоя жизнь в твоих руках и жизнь общества зависит от тебя. И жизнь твоей страны, и будущее твоей страны зависит от твоей позиции в каждую секунду, в каждую минуту твоей жизни. И что не бывает вот так, это где-то там, а ты где-то здесь. Ты не можешь спрятаться от этого. При всем твоем желании, может быть, спрятаться. Ты должен в этом участвовать. Сегодня, конечно, такое достаточно апатичное. Хотя я бы не стал обобщать. Но в массе, мне кажется, что это достаточно апатичное поколение. Хотя, пойди знай. Мы еще посмотрим. Я думаю, что оно еще нас удивит, это поколение. И удивит по-хорошему. Вот смотри, для нас слова свобода, право слова, право голоса, мы свои права знали. Мы не стеснялись ни в ректорате, ни в деканате нигде это отстаивать. Это да. Мы дышали этим воздухом. Для нас было, не дай бог, чтобы нам кто-то сказал, что вам это делать нельзя. Как это нельзя? Это кто сказал, что я не могу это делать или мне нельзя это сказать? Демократические вот эти права, они для нынешнего поколения имеют тот же смысл, что для нас тогда. Мы рожденные в Советском Союзе. Мы были воспитаны под другую страну и обучены. Поэтому для нас это и было важно. Я думаю, это как-то связано. Мы вот то поколение, которое воспитывали для одной страны, а оказалось оно совсем в других словах потом. Ну, потому что мы привыкли, что нас воспитывали при всем идеологическом, так сказать, диктате, который тогда существовал. Хотя я могу про себя сказать, что вот уже мы-то подрастали в период перестройки, так называемой. Но все равно азы закладывались. Азы закладывались и очень простые азы. Социализм даже такой, к которому у нас было довольно много претензий, все-таки взывал к лучшему в человеке. К лучшему. Капитализм в силу своей природы, вот я не знаю, правильно я сейчас выражаюсь, да, он взывает к худшему, к звериному. К примитивному. К примитивному рвать, идти по головам, расталкивать локтями, оказаться первым. За конжентрой. Любой ценой и так далее. Придушить кого-то там втихаря. Лишь бы победить. Все-таки нас воспитывали как людей коллективных, как людей общественных, как людей социальных. Поэтому у нас и получали... Неравнодушных. И неравнодушных, конечно, конечно, к несправедливости, к тому, что бьют слабых, что бьют своих. Это же был еще и уличный кодекс. И все это как-то органично достаточно переплеталось и закладывало основы мировоззрения. И еще раз говорю, что вот эта прямая коммуникация с человеком и коллективизм, заложенный в голову, а не индивидуализм, доведенный до абсурда, нами позволял объединяться вокруг каких-то важных вещей, в том числе и вокруг отстаивания собственных прав. Да, действительно, я с тобой согласен, что вообще для человека, мне кажется, главное – это свобода. Вообще, главное – это свобода. И как раз этого не хватает сегодня. Ты обрати внимание, как пространство и личной, и общественной свободы сжимается, как бальзаковская шагренивая кожа. Если уж там идти дальше по аналогиям, да, то вспомним Булгакова. Мы как будто, знаешь, на сеансе какой-то черной магии находимся. Просто мы туда билет не покупали. Нас просто поставили перед фактом, что вот сейчас на вас, вам расскажут, что на вас просыпятся червонцы, которые, ну, конечно, окажутся впоследствии фантиками. И мы, как завороженные смотрим и не понимаем, что происходит. Почему так происходит? Что с нами случилось? Как мы могли вот так свободно достаточно уступить пространство, на котором вообще-то должны быть мы, люди, а не зрители в этом безумном совершенно шапито? Понимаешь? Ну, фу, что делать? Знаешь, это приблизительно в нашем возрасте, может быть, чуть-чуть старше были наши родители, когда развалился Советский Союз. Я через какое-то время, ну, будучи студенткой, молодой, горячей такой, знаешь, требовавшей абсолютно справедливости по юности, спрашиваю, ну, как вы допустили? Вы же были против этого. Почему вы молча созерцали то, что происходило? И мне отец сказал, когда ты вырастешь, постарше станешь, ты поймешь. Сейчас, будучи в его возрасте, глядя, что происходит в этой стране, а это же все развивалось на моих глазах, я смотрю и думаю, а как это мы допускаем спокойно? Как меняется наша жизнь? Ведь завтра меня мои дети спросят, а ты где была? Да. Ну, где ты была и где я был, это, в общем-то, более-менее известно. И нельзя сказать, что общество не сопротивлялось. Конечно, сопротивлялось. Конечно, сопротивлялось. И я тебе хочу напомнить, что у нас были грандиозные по нынешним временам протесты. И тысячи, и десятки тысяч людей выходили на протесты. Вот все говорят, там не взрывается Мамалыга? Нет, взрывается. И были готовы на многое. И мы помним, что еще в 15-м году были протесты достаточно активные. Тут много факторов, почему они вышли, в общем-то, в свисток и не привели к изменению ситуации. Ну, давай на эту тему немножечко поразмышляем. Ну, во-первых, начнем с того, что очень изменился внешний контекст. Если ты помнишь, в 13-м, по-моему, году летом прошли выборы в Европарламент. И там впервые одержали победу правые, ультраправые, консервативные, националистические партии. И они стали составлять основу европейской политики. Сейчас не хочу долго рассуждать на тему, почему это произошло. И с Европой тоже, потому что это не вполне нормально. Наверное, это такая, знаете, отрыжка глобализации. Да, и чрезмерной заорганизованности самого Евросоюза. Когда тебя, в общем-то, начинают очень сильно унифицировать. Ну, что-то какая-то, в тебе какое-то, что-то пещерное просыпается. Да, и ты начинаешь говорить, блин, да ну я же, вот у меня же там кровь. В общем, произошло. В соответствии с этим изменился и контекст нашей внутренней жизни. Я хочу тебе напомнить, что был шанс преодолеть вот эту ситуацию, которая сегодня сложилась. Был шанс уйти на досрочные выборы. Это был 2013 год, на котором бы все изменилось. Вот реально, все бы изменилось. И состав власти, и состав оппозиции, соответственно. И политика бы изменилась. И внутренне, и внешне. Она стала бы куда более универсальной. Она перестала бы быть разделяющей людей. Она стала бы консолидирующей. Об этом, я думаю, мы чуть позже еще поговорим. Ну что происходит, да? Тогда распался Альянс. Очередная его реинкарнация, она тогда развалилась. Было констатировано, что Альянс развалился. Все его лидеры об этом заявили. И все. И мы уже были готовы к тому, что вот сейчас, завтра, послезавтра, этот парламент разбегается. Мы уходим на досрочные выборы с заведомым результатом. С запрограммированным результатом, я бы сказал. Что происходит? Включается внешний фактор. И вот люди, которые друг друга, не скрывая, ненавидели, которые, ну, уже, ну, только разве что на мат не переходили, когда давали друг другу характеристики. И мы помним все эти замечательные перлы, кукловоды, крыса, которую я выгоню из норы и там и так далее. Помнишь, да? Да, забыл. Один контрабандист, другой рейдер и так далее, и так далее. И вот внешний фактор, который опять сбивает вот эту вот клокочущую стаю крыс, друг друга ненавидящих, действительно, опять в одно стадо. И они избегают неминуемого поражения. А о том, что это был, включился внешний фактор, я думаю, ну, друг друга не надо, и телезрители, я думаю, не надо агитировать. Все и так понятно. И вот начинается опять это дело текущая шизофрения, которая тянется по сегодняшний день. Просто уже с нюансами, уже без внутренних, уже абсолютно без внутренних противоречий в составе этой власти. Там уже их не выловишь, да, на чем-то все более-менее укатаны. Весь состав сегодняшней власти, который абсолютно не соответствует воле и излиянию людей. Когда мы говорим о демократии, да, мы говорим, черт побери, какая демократия. Когда у партии, которая получила несчастных 19 мандатов, вся полнота власти, которая контролирует правительство, которая контролирует парламент, прокуратуру, суды. Нет такой структуры, которую она не держала бы за горло и под контролем. Это демократия. Это европейская демократия, может быть. Когда состав власти и политика, которую власть проводит, не соответствует воле и излиянию населения Республики Молдова. Это что? Это мы туда идем? Но население молчит. Население молчит, потом, еще раз говорю, население достаточно активно высказывалось. Но ты пойми и другое, что в какой-то момент, и напомню еще один эпизод, это был, кажется, 15-й год, когда были протесты. Это был то ли триумвират лево-правый, либо даже квадрига какая-то, я не помню, там точно по составу лидеров этого протеста. Когда этот протест вдруг на секундочку вышел из-под контроля, тут же получился очень крутой панч этой власти. Когда люди ворвались в парламент, когда переодевшись буквально, кто в полицейскую форму, кто, сейчас утрирую, в женское платье, кто прикинулся больными, их наносил, как вы носили, под видом полуобморочных. Когда эти депутаты разбегались. Почему, говорю, есть в мнении народном сила грозная. Проблема в лидерах? Никому было возглавить? На второй день эти лидеры вывели всю эту массу и увели на Буюкан и за Буюкан и гуляли там по окружным дорогам, пока из людей не вышел окончательно весь этот протестный пар. Что делать? Люди разочаровываются у людей, которые способны на такой рывок, на взрыв, опускаются руки, хотим мы или не хотим. Я очень хорошо помню, Лиля, как во время выборов Тимофти, сколько тысяч человек, сколько десятков тысяч человек приехало в Кишинев, чтобы этому противостоять. И они тогда, это их излюбленный вообще прием, перенести время голосования. Это в правительство они утверждали глубокой ночью или приводили к присяге, вернее, глубокой ночью. А Тимофти они тогда избрали чуть ли не в 8 утра. То есть, пока люди собирались в Кишинев и ехали, уже все произошло. И люди приехали с потухшими глазами, они по дороге узнавали эти новости. Они-то думали, что смогут остановить этот акт беззакония. Но приехав, они поняли, что все уже. А все уже. И людей один раз, второй раз, третий раз, у людей опускаются руки. И люди начинают думать о том, что они сами ничего не могут изменить в прямом противостоянии власти. Но они ничего, как оказывается, не могут изменить и на выборах, к сожалению. Ну вот, они выразили свое отношение к политическому классу на последних выборах. И дальше получилось то, что получилось еще. О выборах мы с вами поговорим, Константин, после рекламы. Я думаю, там будет тоже интересно. Оставайтесь с нами. Реклама пролетит незаметно. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, что сегодняшний мой собеседник Константин Старыш. У нас началось как вечер воспоминаний и размышлений об ЛОМ. Давай перейдем к сегодняшнему дню. Выборы. Такое у нас впереди интересное время. Сначала местные новые выборы, дальше будут парламентские выборы. И через полгода после них опять местные, но уже очередные. Вот такая вот череда. То есть обычно во время выборов реформы не делаются. Большие дела вообще не делаются. Только большие деньги загребаются, как правило. Под шумок на выборы, на войну и как там еще. Выборы Кишневские. У вас нет кандидата в партия коммунистов? Нет кандидата или нет желания воставлять, нет желания участвовать в этом? Ну, мы не можем, как сказать, сказать, что нет желания участвовать в выборах. Мы политическая партия. Это одна из наших функций, участвовать в выборах. Но почему не выставили? Вот вы знаете, я сейчас слушаю, смотрю, просматриваю программы кандидатов. И понимаю, что для их реализации нужно лет сто, наверное. Но это с учетом опыта предыдущего, как это все происходило. Ну, не важно, с каким учетом какого опыта. Ну, конечно. Я просто говорю о том, что на 10 месяцев расписывать себе такую обширную программу, решение всех проблем, существующих, вымышленных, прошлых и даже будущих проблем, ну, это неразумно. Ну, я не... Мы когда рассматривали этот вопрос, мы как раз из этого и исходили. Ну, сейчас вот взять, запустить хорошего человека под лед, для того, чтобы даже выиграв там на 10 месяцев, зайти опарафиниться. Потому что за 10 месяцев невозможно решить даже элементарных проблем после 10 лет, а то и больше, такого, знаете, как целенаправленного уничтожения в этом городе всего, что в нем есть городского. Конечно, это бессмысленно и неразумно. Как тренировочка себе, просто поучаствовать, просто вот мобилизовать актив, посмотреть, ну, какую-то устроить себе такую, как вам сказать, достаточно дорогостоящую, дорогостоящее тестирование. Ну, я не видел в этом большого смысла. Я был за то, чтобы никого не выставлять. У нас были разные мнения. А показать будущего одномандатника? Показать будущего одномандатника. У нас в Кишиневе сколько округов? 11, по-моему. Да. Ну, лучше надо было 11 кандидатов выставлять, чтобы их показать. Ну, смотри, бельцы выставили же двух сразу. На два округа, два кандидата. Ну, хорошо. Молодцы. Там что-то такое происходит, что не всегда поддается разумному объяснению с этим городом. Хотя он мне понравился, я там как-то недавно проезжал, он довольно, при том, что да, сколько идет негатива в СМИ, он мне не показался соответствующим этому пиару. Но это другой вопрос. В Бельцах у нас тоже был хороший кандидат. И тоже не выставили. И тоже не выставили, потому, ну, еще раз говорю, что это у нас отличный кандидат в Бельцах, очень хороший человек, порядочный. Вот, другой вопрос, насколько это сегодня востребовано, да, порядочный, профессиональный и прочее. Ну, тоже, ну, а зачем? Ну, зачем? Ну, давайте смотреть на вещи объективно. Десять месяцев, кто бы не выиграл, будет занимать эту должность. Все остальное, о чем ты говоришь, показать одномандатника, там, это уже не имеет ничего общего с целью этих выборов. А их бы и не было бы никогда. Их бы и не было. И не планировались. Они не планировались. Не здесь, не там, так сказать. Никому это было неинтересно. Здесь, я думаю, была идея дотащить этого ИО до упора, за это время каких-то вещей в него проинвестировать. Благо, не так много надо. После, говорю, что помой четыре улицы, подмети их хотя бы и заделай три тротуара, поубирай вот этот идиотизм в виде будок всяких, киосков, вывесок, корущих и так далее, и ты уже молодец. Ну, ты же не молодец на самом деле. Но тут, так сказать, либералы решили по-своему, просто, я думаю, что их там передавили просто, пережали, пережали. И этот наш главный евроинтегратор, за которого голосовали по этой причине, соскочил. И им пришлось всем уходить на эти досрочные выборы. Ну, зачем в этом участвовать? Ну, зачем? Я, например, не вижу смысла. Говорю еще раз, потренироваться мы можем немножко по-другому. Но на этот раз мы не заняли активной политической позиции, мы не говорим о бойкоте. Мы просто игнорируем эти выборы. Просто не пойдем. А вот из тех, кто зарегистрировался, 11 человек, тебе вообще никто там не улыбается никак? Нет, мне никто не улыбается. Мне лично никто не улыбается, потому что они все врут. Потому что они врут, еще раз говорю, что никто не может сделать этот объем работы за такой период времени. А там же есть краткосрочное разделение плана. Ты же видел, читал. Это на кратчайшее, это на среднее, это на долгие, до 40-го года. Да никаких планов там не будет. Еще раз говорю, надо исходить из реальности. 10 месяцев, которые будут в любом случае все эти 10 месяцев подвязаны над будущие парламентские выборы. Просто будет всем не до того. Ну и плюс, я думаю, что так или иначе, все, что касается выборов Кишинева, предрешено. Более или менее. А парламентские предрешены или нет? Парламентские. Да. Это тут интересный вопрос. Ты же понимаешь, что я его задаю не просто так, потому что очень многие говорят о том, что они уже предрешены, что изменение электоральной системы уже есть практически половина результата этих будущих выборов. Я склонен с этим соглашаться. Я склонен соглашаться с тем, что это было сделано для того, чтобы попытаться предрешить итоги следующих выборов. И здесь очень интересный вопрос возникает. Почему господа социалисты и их аятала, так сказать, в лице неконституционного президента Игоря Николаевича Дадона на это пошли? Часто задают вопрос, где я недавно был в Минске на заседании рабочей группы партии европейских левых. Я недавно встречался с временным поверенным Китая в делах Молдовы. И всем привожу очень простой пример. Вот смотрите, давайте я объясню на простых цифрах, что произошло на самом деле с этим совместным голосованием за смешанную систему социалистов и демократов. Во-первых, сам факт такого голосования между якобы оппозицией и властью, он о многом говорит. И он, на мой взгляд, уже ярко иллюстрирует тот факт, что социалисты не являются на самом деле никакой оппозицией. Является одной из аффилированных структур действующей власти. Здесь я на секундочку прибил, но не могу не напомнить 2005 год и избрание Владимира Николаевича Воронина президентом при поддержке оппозиции. Конечно, но это была совершенно другая история и поясню, в чем она заключалась. Это была история поиска и обнаружения консенсуса. Вообще, если уж, давай, я не знаю, что сейчас, закончить ту мысль или перейти к новой. Давай вернемся, а потом перейдем. Просто напомню. Я говорю, вот смотрите, обычные, привожу вам элементарные цифры, которые мысль о том, что додоны-социалисты легли под действующий олигархический, криминальный, какой угодно режим, заключается в следующем. Значит, по всем опросам сегодняшним, которые мы видим, как будто бы до половины, до 50 плюс-минус процентов жителей граждан республики Молдова готова голосовать за партию социалистов. Она у людей как-то более или менее, насколько я могу судить, ассоциируется с той политикой, которую проводили мы. Будучи во власти и в оппозиции. Значит, 50% это порядка, ну я не знаю, там надо считать, конечно, но это больше всех. Это больше всех и это большинство парламента. 50% это порядка 26-27 мандатов. Сегодня, а могло бы быть 50-60, а сегодня 25-26. Вот и здесь ответ на весь вопрос. Как люди отказываются от собственной победы на глазах у изумленной публики? При нынешней системе действительно 50% голосов это 25-26, пускай 30 мандатов. Пускай 30 мандатов. Если они думают, что они доберут еще 30 мандатов по округам, ну это смешно, согласись. Это настолько нереалистично, иначе бы Демпартия бы и не проводила эту реформу. И посмотри, как нарезаны эти округа. Они же нарезаны не территориально, не географически, они нарезаны социологически. Чтобы слабые позиции гасить сильными позициями. И они точно давным-давно этой темой занимаются, как авторы этой реформы. Давным-давно выявляют людей, на которых можно сделать ставку. Давным-давно прокачивают их. Давным-давно дают им СМИ. Давным-давно дают им деньги. Если социалисты думают, что они по этим округам победят, то это, во-первых, смешно. Во-вторых, нереалистично. Кто же тогда проиграет? Неужели власть, которая так продавливала эту избирательную реформу, решила действовать себе в ущерб? Ну, бред, согласись. Эта власть себе в ущерб не действует, как мы знаем. Она в этом смысле очень рациональна. То, что под гусеницами этой политической рациональности и политической целесообразности уже полегли и права, и свободы, и демократия, и здравый смысл, и человеческая совесть, в конце концов. Это другой вопрос. Но власть это очень рационально. Она ставит перед собой цель для себя. Не для общества, не для страны, не для людей, не для граждан, не для отдельных ее категорий, этих граждан. Не для пенсионеров, не для детей, не для служащих, не для работников, не для кого. Она ставит цель для себя. И она идет к этой цели. И Игорь Николаевич Дадон, и вверенная ему, так сказать, партия социалистов важный винтик и элемент этой бесчеловечной, достаточно механизированной системы. И они им помогли решить эти проблемы. Помогли. И что для меня лично, других доказательств не нужно. Вам нужны еще доказательства. Ну, посмотрите, сегодня этот тихий переворот в Бельцах. Где социалисты... Ну, он по отработанному сценарию. По отработанному, абсолютно, сценарию. По абсолютно отработанному сценарию. Это свежий пример. Это свежий пример, когда демократы и социалисты... Эти особой фантазии никто не проявлял. По уже отработанному в Гагаузии, потом в парламенте. Уже по тому же сценарию пошли. Все все знают. Поэтому я и говорю, что какой оппозиции мы сегодня говорим. В лице партии социалистов. У оппозиции не может быть три канала. Наш пример это показывает. Да, у нас был один канал, который нам симпатизировал, и его тут же растоптали. В кратчайшие сроки. Почему-то социалистам дают иметь целых три канала. Как демонстрации. Потом в Европе можно говорить, смотрите, у нас оппозиция имеет целых три канала. А вы говорите, что у нас нарушается право субъекта. Ну, не для этого, конечно. Для того, чтобы поддерживать их на плаву. Вполне удобно. Ну, Лиля, согласись, что поведение Додона в качестве президента унижает саму эту должность президента. Я уже сейчас молчу о том, что сама эта реформа, которая сделала возможное его избрание, была неконституционной. И тут любой юрист на пальцах это продемонстрирует. Поэтому мы его и не признаем в качестве президента. Но ты можешь себе представить, ты неплохо знаешь этого человека. Владимира Николаевича Воронина, которого можно отодвинуть на 15 минут, за него подписать какой-то указ, потом вернуть на место. И он при этом тихонечко обтек, написал твит или там три строчки в фейсбуке, пообещал какой-то мифический бумеранг. И на том успокоился и продолжает себе функционировать в этой совершенно унизительной для себя ситуации. Конечно, это никто никогда не представит себе. Ситуация, которая унижает и человеческое достоинство, и саму эту важную государственную должность, эту государственную функцию. Ну, согласись, что этого нельзя себе представить даже в страшном сне. И если бы человек собирался бы действительно бунтовать, как он нам обещал перед этими выборами, если бы он собирался спровоцировать досрочные парламентские выборы, он совершенно спокойно... Ну, парламентские выборы невозможны без политического кризиса. Он мог бы спровоцировать политический кризис. Но вопросы стабильности, за которые ответственна является Демократическая партия Республики Молдова, для него святы. Вот все ради стабильности. Вот он будет сидеть, ему дерьмо на голову будут лить, он будет обтекать, вытираться платочком. Там на голове уже есть что вытирать, видно. Ты знаешь, я иногда даже завиду о таком спокойствии. Я, конечно, такой не способна, гораздо более эмоционально. Никто не способен на такое, а он способен. А он способен. Ну, может быть, поэтому он и гарант стабильности. Чего он гарант? Он гарант сохранения действующего режима. И он всегда был гарантом сохранения этого режима. Первый раз, когда режим должен был неименуемо пасть, он обеспечил его стабилизацию голосованием за Тимофти, который, я тебе на секундочку напомню, был пещерным унионистом и русофобом. Ну, не говоря уже о том, что в принципе был каким-то недоразумением. Затем он красивенько поучаствовал в неконституционных президентских выборах, тем самым стабилизировав власть. По-моему, он даже заявил о том, что он будет в них участвовать. Ну, конечно, он же там получил гарантию, что он у них победит. У остальных даже не было шансов воспротивиться проведению самих выборов, потому что когда уже есть кандидаты... Там и Майя Санду побежала впереди паровоза, и Андрей Анастасий побежал впереди паровоза. И все побежали участвовать в выборах, понимаешь, президентских. Нет, не все. Один возмущался, что его незаконно отстранили, потому что не достиг возраста. Да, вот вишка. А ведь надо было смотреть в суть, что попыталась сделать партия коммунистов, приняв решение о бойкоте. Ведь нельзя строить государство никакое на гнилом фундаменте. А нарушение Конституции – это гнилой фундамент, это плохо, это нехорошо, это зыбкий песок, это уйдет, это просыпается, это осыпается. А сегодня, ну что, он может сегодня сколько угодно возмущаться тем или иным решением Конституционного суда. Ты принял одно решение Конституционного суда, такое же незаконное, как все остальные. Так будь добр, терпи и все остальные. Нет никакой последовательности в его оппозиционности. В нашей есть. Да, и вы уходите в оппозицию все глубже и глубже. Я как-то спрашивала, кстати, Владимир Николаевич, а группочку протесты не проводите. Он мне говорит, а кому это нужно, кто на них пойдет? Ну, я бы не стал. Действительно, люди устали, люди разочарованы, и люди ищут, как сказать, форму параллельного существования с государством. Протест наших людей заключается в их массовом отъезде, в их отключении. Они голосуют ногами? Они голосуют ногами, они уезжают. И это самая большая проблема и самый главный итог этого так называемого проевропейского правления. Самый главный итог. Страшная цифра прозвучала совсем недавно, что к 2050 году население Республики Молдова может опуститься не только, не просто до двух миллионов, а чуть ли не менее двух. И это такая резкая депопулизация. Да, не выговорила я, к сожалению. Это страшная цифра. Как можно за такой короткий срок в два раза практически сократить количество жителей этой страны? Ну, это ответ на вопрос об успехах власти, о которых они с огоньком рапортуют нам каждый вечер. Мы вернулись к уровню 1812 года, если приблизительно правильно помню цифры. Вот посмотри, Белоруссия до сих пор не восстановила свою демографию после Великой Отечественной войны, когда был уничтожен каждый второй, по-моему, или каждый третий. Страшные цифры. И вот смотри, уже 75 лет скоро как прошло, и она до сих пор не смогла эту демографию восстановить. При том, что там неплохая социальная поддержка государства есть. При том, что там много чего хорошего происходит, да. Но не получается. Не получается. А мы, в общем-то, доходим до какой-то точки невозврата, я боюсь с этим. У нас часто говорят, что мы говорим все время о политике. И вот эта цифра, она как объяснение, почему мы говорим о политике. Что проводимая политика, результат, с которым мы сталкиваемся, это именно результат работы наших политиков. Ну, конечно, прямая, прямой результат этого периода. Что бы там ни говорили о нашем периоде. И он был действительно неоднозначным. Я могу на эти вещи смотреть объективно. Объективно. Но тогда был бэби-бум. Тогда люди, даже если уезжали, они всегда возвращались. Потому что они понимали, что тут есть какое-то будущее. Детей оставляли здесь. Сейчас забирают детей. Сегодня это просто исход. Это исход, который уничтожает государство естественным путем. Не бывает государства без граждан. А мы семимильно движемся к ситуации, когда государство исчезнет по факту того, что в нем просто не останется граждан. Рассуждаем тогда дальше. Государство это же не территория. Это не просто народ. Должна быть идея, которая организует этот народ. И превращает его из народа в нацию, которая строит уже это государство. Что имеем мы сейчас? Бесконечные. Мы же даже за право своей исторической памяти ведем такую информационную войну уже на протяжении 20 с лишним лет. Конечно. Ну вот, давай будем сравнивать. Все-таки я приду к этому. Они и мы, они и мы, они и мы. Давай немножечко так пожелать. Ну раз уж у нас такое разделенное общество. Это проблема. То мы не можем не говорить они и мы. Именно в этом проблема. Именно в этом проблема. И я думаю, что самое плохое и ужасное, что сделали сегодняшние правители на протяжении сопоставимого периода с нашим, уже и побольше они находятся. Ну вот, это тот жуткий, страшный социальный разлом, который они рукотворно организовали. Если и есть у нас, у нашего народа талант настоящий. И если есть у нашего народа ресурс в отсутствии всяких полезных ископаемых и прочие билиберды, это умение совместно жить на протяжении веков друг с другом, сглаживая противоречия. Мы подгоняя друг друга, да, то есть это та самая толерантность, о которой сегодня, за продвижение которой получают гранты, да, какие-то. А у нас это естественное состояние. Мы всегда можем найти общий язык друг с другом. А если мы находим общий язык друг с другом, мы можем формулировать в том числе и наши коренные интересы. Для этого нас надо было расколоть на своих и чужих, на каких-то а-ля проевропейских и про-ля российских. Искусственно местных, искусственно прибывших. Каких-то, да, Венетич, Локаль и так далее. Но это же бред. Мы тут на протяжении веков жили вместе. И мы, и это главное наше искусство, жить вместе, быть вместе. И вот к этому мы и приходим. Чем занимались мы и чем занимаются они. И вот в данном случае такое разделение закономерно, да, я могу так ставить вопрос. Мы всегда искали точки консолидирующие. Знаете, как коллега мой и друг Марк Евгений Шткачук говорит, мы никогда не кормили народ тяжелыми наркотиками. Мы не пытались говорить, это наша ватага, а там чужая ватага. И давайте будем в эту ватагу кидаться гомном или там камнями или чем-то еще, потому что они же чужие. Ну вот просто потому, что они чужие, думают, говорят по-другому, мы сейчас их тут зальем, так сказать. Нет, мы всегда искали консолидирующие темы для общества. Мы действительно пытались сформировать молдавскую гражданскую нацию, которая существует вообще-то по своей природе. Она есть. Вопреки. И вот 2005 год, о котором ты вспоминала, он как раз об этом. Он как раз об этом, о возможности договариваться. Да, где-то мы идеологические антиподы с другими политическими силами. Но мы все граждане республики Молдова. Даже если мы думаем немножко по-другому. Так давайте же найдем то, о чем мы думаем одинаково. И будем отсюда строить, с этого краеугольного камня поднимать здание нашей государственности. Давайте об этом говорить. Давайте искать вот здесь какие-то общие точки. Давайте искать здесь общие темы. И мы с той или иной степенью успешности эти вещи все-таки делали. Я тебе напомню еще и такую вещь, когда мы ушли в оппозицию, в активную оппозицию. Мы тоже искали общую повестку дня для общества. Потому что к тому моменту было понятно, что власть и общество, вот это антиподы. У нас вообще власть провокатор. У нас власть провоцирует расколы. Власть провоцирует разломы. Люди же всегда, наши люди всегда склонны к объединению. Вне зависимости, еще раз говорю, от родного языка, от национальности. Хотя тут у нас поскребит такой коктейль молотого, что просто можно рухнуть. И у кого в голове не уложится. Как это вообще может в одном организме и человеческом, и социальном сосуществовать. Но у нас это органично. И для нас это естественно. И вот тогда мы начали искать повестку дня, которая бы объединила общество. И мы ее нашли. И мы ее успешно находили. То, что делает власть, это раскол, это разъединение. Это нагнетание отличий. А не поиск объединяющих элементов. И вот мы получили, извини, и вот мы получили то, что мы получили. Именно поэтому сегодня в том числе достаточно сложно сформировать протест. Общегражданский протест. Общегражданский протест. А иного против этой власти быть не может. Но всегда выйдут те, выбегут, кто начнет кричать о том, что мы румыны, а вы все остальные пришли и права не имеете здесь находиться, и вообще чемодан, вокзал и так далее. И куда-нибудь туда. Кто-то будет кричать там, евреев, Днестр, русских за Днестр. Кто-то будет кричать наоборот. И это главный итог, которого добилась эта власть. Неспособности сформулировать общую повестку дня. Потому что самое пещерное, самое плохое, она в нас пробудила. Вот этот старый принцип разделяя власть сработал. Абсолютно точно. Абсолютно точно. И вот этим искусством надо отдать должное. Этот режим владеет близко к совершенству, я бы сказал. Скажи мне, пожалуйста, 9 мая праздник, который у нас когда-то назывался, со слезами на глазах, святощую. Много было у него таких эпитетов красивых. Сейчас для нас что будет в этом году? Опять праздник разделения на наших, не наших, на правых и неправых? Потому что я помню решение президента Воронина, когда ветераны румынской армии, помнишь, были приравнены? И тоже награждались на 9 мая. И какой был шок у многих, причем, как ты говоришь, и с одного, и с другого лагеря тогда. Но на время это примирило всех. Этот день перестал разделять тогда и стал объединять. Я вообще не понимаю, как этот день может кого-то с кем-то разделять. Я вот недавно по телефону... Знаешь, я знаю почти, ну не могу сказать поколение, но достаточное количество молодых, очень молодых людей, рожденных уже в 90-х годах, которые считают, что это не день победы, а день оккупации. Ну вот видишь как. Ну это, слушай, это чему нас учат семья и школа. Помнишь такую фразу, да? Семья и школа, и это, увы, тоже такая реальность, с которой надо что-то делать. Вот надо что-то делать с этим. Вот с этим точно надо что-то делать. Потому что, когда начинают противопоставлять День Победы, День Европы, я говорю, послушайте. Ну, во-первых, провокация сама по себе то, что в тот же день устанавливался какой-то другой праздник. Я думаю, что День Победы, он должен быть в этот день единственным днем. И да, он должен быть консолидирующим, потому что он точно ничему не противоречит. Он разве может противоречить Дню Европы? Чем бы была Европа без этой Победы? Чем бы была Европа? Одной большой Германии. Одной большой нацистской Германии. Как может разделять праздник, который положил конец войне? Как может разделять праздник, который положил начало миру? Как может разделять праздник, который положил конец звериной идеологии? Как может быть проблемой и противостоять чему-то праздник победы над злом? Над злом. Когда людей убивали просто за их национальность. Уничтожали массово. Может быть кто-то из рожденных в 90-е годы. Сегодня есть такая возможность. Съездит куда-нибудь в Майданок. Куда-нибудь в Освенцим на экскурсию. Вот увидит. Он может быть просто посмотрит, какая это была машина смерти. Те трубы, из которых летел в небо человеческий пепел сожженных людей. Может быть они посмотрят вагонетки, на которых людей увозили в печки. Может быть на это посмотрят. Как это может разделять? Как это можно противопоставлять? Да не было бы никакой Европы. Европы ценностей. Прежде всего Европы ценностей. Без этого дня. Без того, что кто-то дох. Без того, что миллионы людей. Умерли вообще на чужих территориях. Пожертвовали собой. Если бы об этом говорили в семье и в школе. Если бы так ставили вопрос. То, я думаю, никаких бы противоречий никогда бы не было. У нас были бы одни колонны. И мы бы шли все вместе к этому мемориалу. Ну, слушай. Сегодня, ну, увы, так. Хотя это, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Ты видел учебники истории? Я поставила учебник истории своих детей. В 4 классе, если не ошибаюсь. Там о Второй мировой войне. Рассказано о расстреле 1939 года польских офицеров. И не слово о Кишневском гетто. К примеру. Ну, конечно. Это же не попадает в... Откуда этим детям узнавать? Ну, ты же сама говоришь сейчас. Так много источников получения информации. Вот в чем парадокс. Да, источников много, а информации нет. И она не входит. Не заходит. Ну, как-то людей надо тех же детей ориентировать. И это должна делать семья и школа. Если сегодня в школах победили, так сказать, идеологические последователи Гитлера, Антоневскую и прочих, ну, что делать? Не имеем дело с исторической цензурой. Которые национальные готовы ставить выше общечеловеческого. Ну, что ж. Но это проблема. Вот это системная проблема. По-настоящему системы. Никакой режим не будет вечным. Все равно где-то все и этот гафнет, понимаешь, рано или поздно. Ну, никто не вечный. Люди не вечные. Это доказали в том числе и мировые режимы, которые мы наблюдали. Совершенно точно. Казалось бы, непоколюбимое. То, что происходило в Ливии. И как оно все... Не так, так иначе. Ну, как бы он не цеплялся, этот режим, за власть эту. Ну, вот, кстати, если чуть отвлечься, посмотри Армению. Я не знаю, кто там прав, кто там не прав. Чем это закончится? Что будет завтра? Что будет послезавтра? Может быть, будет сильно хуже. Ну, люди вышли. Люди походили немножко. И власть ушла. И власть сама ушла. Сама увидела, что, ну, вот люди там ходят что-то. Мы сколько ходили. И было видно, что люди ненавидят эту власть. Люди, привыкшие любить друг друга, ненавидят что-то. Но это власти... Ну, они говорят, ну, ненавидьте нас, а мы будем все равно вами править. Для того, чтобы власть уходила от протестов, должно быть что-то здесь, что-то здесь и что-то здесь. Должна быть совесть какая-то. Совесть такая, слово немодное, знаешь, в 21 веке. Совесть. Немодное слово совесть. Костя, ну смотри, есть Армения, да, это свежее событие. Есть наши соседи-румыны, которые собирались буквально, они за какие-то часы по всем самым большим городам заполняли площади. Выражая свой протест, не давая правительству принимать те изменения, которые они хотели. И те боялись, напрягались. Есть Украина, где собирается Майдан тоже достаточно быстро. Быстро, да. Есть Кишинев, Молдова, где нужно свозить на автобусах со всей страны людей на площадь, для того, чтобы они сказали то, что они с чем-то не согласны. И которые потом все равно расходят. У нас палаточный городок под ремонт тротуара убирается. Ну, конечно, да. Ну, это так нашли просто форму. Форму уйти. Приличную форму свалить. Что еще нужно в этой стороне, чтобы люди все-таки заставили уважать себя рядовых граждан? Нет, я повторюсь. Они многое чего делали и пытались, и бились. Но, к сожалению, действительно у многих опустились руки. Надо говорить с людьми, надо объяснять людям. Я же вижу, что, понимаешь, вот это то, с чего мы начали, вот этот жесткий... Вот я, слушай, интересно, да, мы говорим, чему учат детей в школах. Мне вот интересно другое. Почему вот насаждая, в принципе, неность к прошлому, не такому уж и давнему, в исторических масштабах, да, к советскому в прошлом, в частности... В зданиях, построенных Советским Союзом. Да, но это другой вопрос, да. Они из этого прошлого взяли только то, что и меня в нем смущало. Идеологический диктат, глушение вражеских голосов. Понимаешь, мне всегда было непонятно, почему я не могу услышать группу Битлз, понимаешь, по радио. Это сложно. Да, ну, хотя, можно было услышать, можно было услышать, даже Сенчина пела Битлов. Но они берут вот это, они уже фактически организовывают ситуацию, руководящей, направляющей роли партии в советском обществе. Девятая статья, да, по-моему, Конституции СССР. Ну, уже фактически то, что над секторами правительства назначены партийные кураторы, это не просто первый шаг, это уже фактически реализация этого абсолютно советского и не самого лучшего тезиса. Я думаю, что советская власть была вполне конкурентоспособной, чтобы бояться конкурентов. Чтобы вот так давить идеологически. Почему-то они не взяли бесплатного образования из этого прошлого. Бесплатного образования, бесплатной медицины, промышленного развития. Но образование у нас бесплатное, а промышленное развитие сейчас, учитывая под что используются наши бывшие заводы и фабрики, просят строить новые, на самом деле, наверное. Да, мы говорим, ой, жалко Дворца профсоюзов. Конечно, жалко. А не жалко нам всей молдавской промышленности. Которая ляжет. Нам не жалко ли Гагаринского центра, из которого я когда-то улетал в Артек. Вот нас там собирали. И так далее. Ну, всего жалко. Всего жалко. А жальче всего, ощущение того, что завтра что-то будет. Хорошее. Да вообще что-то будет. Сегодня не просматривается. С нами не делятся планами. Нам не говорят о том, что будет завтра. Вот тут ты не совсем прав. О том, что будет завтра, мы узнаем каждый вторник на брифингах. Нет, это буквально завтра. Люди, вот буквально завтра, им не интересно. Им интересно, что с ними будет через 5, 10, 15, 20, 30, 40 лет. Они должны видеть перспективу. И тогда, и это само по себе составит такой психологический комфорт, при котором люди не валят. Из страны, как сумасшедшие сайгаки, только бы сбежать отсюда побыстрее. И не хватают своей семьи, как будто здесь уже пожар, как будто здесь идет война. У нас войны нет, но все бегут. У нас страна беженцев. Либо уже реальных беженцев, либо потенциальных беженцев. А войны нет. Вот в чем дело. Ничего вроде как такого страшного. Даже серьезных каких-то климатических катастроф нет. Ничего такого вроде бы нет. А у всех ощущение, что завтра ничего не будет. Поэтому надо валить быстрее. Вот. А надо делиться планами. Надо говорить. А планов-то нет. А у тебя какие планы? Вот давай закончим чем-то хорошее. Какие планы ближайшие? Творческие. У меня планы. Слушай, ну у меня планы что-нибудь хорошее снять. Вот. Что-нибудь хорошее написать. Душевное такое, да? Душевное, да. Хорошее, душевное. Когда порадуешь нас новым? Новым проектом. Ну, есть идеи, конечно. Есть идеи, нет денег. Поиск денег – дело очень муторное. Понимаешь, как устаешь просто от поиска. Ты, когда ты берешься за какой-то проект, у тебя пропорция 80-20. Ты 80% времени, нервов, сил тратишь на поиск денег, а 20% уже на собственную работу. И всегда это как-то быстро-быстро, потому что ты не можешь себе позволить работать широко и эпично. Там за тебя кто-то работает, куда-то приходит бюджет, ты должен делать все сам. Продюсера нет? Продюсера. Да нет, дело не в продюсерах. Дело во мне. Дело же во мне, что, ну, во-первых, трудно получать под себя при всем моем имени. Да, ну, я какой-то там, видимо, политически неблагонадежный, даже если буду делать кино. Но там, я не знаю, ну, сейчас вот просто про детские песенки своего детства, понимаешь, с ведущим, там, моим ребенком каким-нибудь первым или вторым, а может быть с обоими, вот, все равно это неблагонадежно. И под это дело не очень-то легко найти. Я же не снимаю для души, не снимаю политических проектов. Вот, ну, когда ты начинаешь рассказывать о Молдове, это всегда о ее прошлом, о том, как тут было и о том, как тут может быть. Это, я думаю, что вообще в просветительстве очень важная политическая задача заключается. Люди, действительно, я с тобой согласен, людей так легко обмануть, потому что они перестали читать. Хотя это не, тоже, я боюсь обобщения, я с удивлением обнаруживаю людей, которые читают, и читают хорошо, и читают много, и читают правильную литературу. Вот. Вот, фантастика, и это молодые люди, и это молодые люди, и это просто чистая часть. Другой вопрос, что их процент стремится к минус бесконечности там или к нулю. Но я думаю, что будущее будет как раз одними, потому что те, кто будет более подготовлены, умны, творческие, неординарные, не похожи на других, они будут брать. Еще раз говорю, если только жизнь не поставят, понимаешь, когда ты читаешь хорошую литературу, ты поневоле, у тебя возникает какая-то система координат, которые не имеют ничего общего с нашей жизнью. Сам себя подъедаешь принципами. Все-таки хороший писатель не учит тебя злу, тебя не учит расталкивать людей локтями, не учит ходить по головам, не учит быть подонком, не учит быть подлым, не учит быть продажным. Много чему не учит хорошая литература. А в жизни пока востребованы именно эти самые низкие полузвериные такие, ну мы же качества и инстинкты. И, конечно, когда мы говорим о необходимости просвещения, и что делала советская власть, да, она давала просвещение очень широким массам. А сегодня мы говорим об элитарных группах, которые вообще-то, мне их жалко. Я еще раз говорю, что они не готовы к этому, как... Ну ты знаешь, когда говоришь элитарные, многие из них элитарны с точки зрения финансового обеспечения родителей, да, в то время как надо искать самородков, талантов, ломоносовых искать надо для того, чтобы что-то... Искать надо, я все равно надеюсь, что мы будем их находить, все равно надеюсь. Подавляя этой положительной ноте, потому что все-таки у нас земля все равно талантами богата, люди у нас творческие, очень одарены. Хотелось бы, чтобы у них было больше возможностей для реализации. В том числе и тебе хочу пожелать, чтобы у тебя получалось снимать много хороших проектов, душевных именно, которых не хватает. А может быть, получится и политические проекты какие-то сделать. Спасибо тебе, Костя, за этот разговор. Спасибо, мне понравилось. Ты знаешь, мы сегодня были, наверное, максимально откровенны, причем оба говорили именно то, что хотели сказать. Надеюсь, и зрителям было с нами интересно. Спасибо. Это была программа «Вечерний разговор». Мы сегодня были максимально откровенны для вас, наши зрители, потому что, наверное, пришло время говорить то, что мы думаем, а не то, что надо. Всего хорошего. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин